Всем привет, друзья! Сегодня видео такого плана. Я сама обожаю подобное видео. Это все, что связано с декором. Вы знаете, можно сделать квартиру более уютной, домашней, при помощи каких-то мелочей. И я люблю творить это своими руками, люблю где-то найти, купить, может быть, даже, знаете, на каких-то блошинах рынках. И я сегодня покажу кое-какие покупки, кое-какие идеи, что можно сделать, как это все обыграть. Приятного просмотра! Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советуйте подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомляйте о выходе новых видео. Покопок было достаточно много. Были довольно-таки очень и очень оригинальные, от которых в основном я осталась в большом восторге. Я думаю, что они вам тоже понравятся, или вы возьмете просто для себя какие-то идеи на заметку, чтобы как-то воплотить это в жизнь. Все ссылочки, про которые я буду говорить, вы найдете под видео. Также, если что-то есть в продаже, то ссылочка будет конкретно на них. Первое, наверное, с чего я хочу начать это видео, это небольшие покупки с магазином. Здесь вот будет название, не буду коверкать, вдруг неправильно произнесу, и будет не очень приятно. И с этого магазина я заказала, знаете, такие самые, наверное, бюджетные такие штучки, которые необходимы. Например, у меня постоянно, вот в течение там многих лет прыгала стиральная машина. И это все решилось вот четырьмя вот этими пластмассовыми штучками. Это даже не пластмасса, это что-то такое резиновое. Вы знаете, сейчас такой кайф. Можно оставить машинку, она там у вас не убежит. У меня прям, представляете, она чуть не до раковины добегала. И я столько лет мучилась, и это решилось одним, вот одним, одной покупкой вот такой вот мелочи. Следующая, это такая штука для того, чтобы хранить фрукты и овощи, чтобы они не гнили. И чтобы вот этот вот материал, он впитывал вот это все. Также здесь есть еще кое-что интересное. Давайте я вам поближе покажу. Хотела показать вам кое-какие интересные покупки. Только что принес курьер. Мне посылку я распечатала, но пока еще толком не смотрела. Это покупки недорогие, они совсем, как сказать, бюджетные. Но все такое вот мелочи, но это все нужно. Первое, что хочу показать, это такие подставки, потому что у меня стиральная машина бегает. И сейчас вот вам покажу, и потом я их поставлю прямо под стиральную машину. Если сама не смогу, то попрошу кого-нибудь. Вот, что они себе представляют. Такие четыре штуки, давно я хотела. Меньше шумов, вибрации, не царапают пол. То есть, они подходят не только для стиралки, но и для другого тоже. Для холодильника. Но в холодильнике у меня не бегать. Так, ладно, следующее, что я хотела показать. Это вот такой вот кулинарный коврик. Я у многих видела, кстати. Здесь вот такая разметка. Есть круглая и есть как бы линейка в сантиметрах. Очень удобно вот что-то делать, выпекать. Тоже давно хотела. Такой вот один себе, другой сестненке заказала. Два таких вот коврика для выпечки. Они, кстати, служат очень долго и пригодятся хозяйству. Вот такая вот доска. Это бамбук. Смотрел, смотрел, думаю, надо заказать. И здесь, что удобно, ее можно подвесить, чтобы она не мешалась. Здесь вот такие вот два коврика. Я постоянно, если вижу в продаже коврики, я заказываю их. Дело в том, что я постоянно снимаю видео, там какие-то мастер-классы. И поэтому вот такие вот коврики я часто использую в видео. Для видео и вообще в хозяйстве их тоже использую. Так, здесь у меня товарный чек. Купон на скидку. Кстати, по-моему, вот этот купон я укажу под видео. Будет ссылочка на вот эти вот. И если вы зайдете по этой скидке, то у вас будет тоже скидочка. Вот такие вот салфетки. Вот видите, как меловая доска. Они подгорячие, имеется в виду. Четыре штуки на стол. Почему-то мне захотелось в таком вот варианте. Так, и еще один такой интересный товар. Это антибактериальный коврик в холодильник. Здесь их, по-моему, два. И хочу я его в ящик, где фрукты овощи лежат. Попробую. Ну, давно хотела я что-то. И это антибактериальный коврик для хранения овощей и фруктов в холодильнике. Следующее, как-то я вам говорила, когда показывала квартиру, когда был ремонт квартиры, что у нас в ванной комнате остался такой проем, где проходит канализационная труба, горячая, холодная вода. И вы знаете, я, наверное, в течение нескольких месяцев обдумывала, чем бы ее закрыть. Первая мысль у меня была такая, сделать полки, чем-то прикрыть ей, сделать дверцы какие-то. Потом я поняла, что это довольно-таки проблематично, нужно купить материал. Потом у меня была такая тема, что, может быть, какие-то алюминиевые жалюзи или еще что-то. И вот на одном из сайтов, по-моему, называется Шторы на дом, я увидела рулонные шторы и заказала. И сейчас я вам покажу, что было и как они встали вот на это место, какой размер я заказала. И они, знаете как, они, по-моему, уже готовые были, а может быть, у них есть, по-моему, и на заказ. Ну, вот я выбрала готовые шторы, выбирала между белым, с нежно-таким белым цветом, с каким-то таким ненавязчивым рисунком. И выбрала такие вот желтовато-золото, ну, типа, знаете, золото-желтовато такого цвета. Так, перед вами, вы видите, лежит штора рулонная, которую нужно установить. Здесь есть подробная инструкция. Сначала я штору заказывала белую, потом решила все-таки заказать вот такого цвета интересного. Здесь в комплекте все принадлежности. Вот для такого проема у меня предназначена эта рулонная штора. Видите, такой некрасивый остался после ремонта тут проем. И я решила закрыть это все при помощи рулонной шторы. Собирается она очень легко, очень много видео. Также, где я приобретала на сайте шторы на дом, у них тоже есть ролик очень понятный. В комплекте есть такой вот механизм. Я прикрепила липкую ленту, которая идет в комплекте. Сейчас я ее закреплю прямо на стену. Я закрепила один механизм на липкую ленту. И сейчас буду вставлять рулонную штору и закреплять с другой стороны. Я установила с двух сторон крепежи на липкую ленту. И теперь у нас есть тут. И теперь мы просто спускаем. И пока я тут устанавливала, смотрела, очень неплохо было бы здесь, если было бы какое-нибудь изображение. То есть как-то разнообразило бы просто ванную комнату. Следующие покупки это для, на самом деле, это очень красивые покупки для украшения интерьера. Вы знаете, любой интерьер, они, наверное, любому интерьеру они придадут какое-то благородство, какой-то шик. Какой-то, знаете, такой индивидуальный стиль, наверное. На этом сайте были, может быть, и в данное время есть, очень большие скидки. По-моему, процентов там, ну не знаю, не буду выдумывать. Если найду, то напишу вот здесь вот в тексте. И также под видео будет ссылочка на этот магазин. И там, вы знаете, интерьерные очень необычные. Я нигде, кстати, не видела подобного. Очень необычные такие интересные интерьерные принадлежности. Кроме этого, там очень много было интересных салфеток. При помощи салфеток вообще можно разнообразить кухонный стол. То есть, сегодня он в таком стиле, завтра он в другом стиле. Поэтому я заказала их тоже много. И сейчас я вам покажу кое-что интересненькое. Приятного просмотра. То, что дальше я вам покажу, не обязательно покупать. Но если у вас руки растут с той стороны, то это можно воплотить легко в жизнь. Смотрите, очень красивый, такой необычный горшок. С этих двух сторон у него такие холщовые ручки. Здесь надпись. Смотрите, сначала покрашено было белой краской. Потом сверху уже затонировано темно-серой. И вот этот вот горшок, он довольно-таки большой, металлический. В нем можно ставить живые цветы. Я обожаю вот в стиле Прованс. Сейчас я поставила пока сюда пионы. Но в будущем сейчас пионы, когда у меня расцветут, я сделаю такой очень красивый такой букет, наверное, сюда. Сюда можно не только, конечно, живые цветы, можно искусственно задекорировать его. Тут идей очень много. Следующий горшочек, смотрите, он какой милый. Стоил он, по-моему, в пределах 80-70 рублей. И это натуральный горшок. И здесь цветочки. Но они такие милые. И так, знаете, вот, как сказать, как-то по-натуральному выглядят. Я просто не удержалась и взяла. Подобный поднос в стиле, наверное, инстаграм, я видела, наверное, очень-очень у многих блогеров, особенно у зарубежных. Здесь у нас стекло, с этой стороны как бы необычно сделан ремень. Это деревянная основа. Тоже, девочки, мальчики, идеи на заметку. Можно тоже воплотить это в жизнь. Просто у меня уже есть мысли, как это сделать. И сюда можно ставить все, что угодно. Очень красиво смотрится в интерьере. И вы видите вот такую вот милую кошечку. Она тоже с этого сайта. Тоже стоила совсем недорого. И у них, по-моему, есть другие фигурки. Сейчас вы увидите перед собой такую необычную вазу. Это тоже такой вот, скажем так, инстаграмный, наверное, вариант. И я, знаете, долго выбирала между белой. По-моему, белой тоже была. Я белую хотела очень. Но мне кажется, вот этот цвет тоже, он неплохо смотрится. Но цветочки здесь, конечно, нужно совсем другие. Потому что они не подходят. Я сюда вставила пока лаванду. Но сюда, мне кажется, очень хорошо подойдет лаванда натуральная. Это искусственные цветы. Натуральная лаванда с какой-нибудь вот завязочкой. Я не знаю, почему-то я ее вяжу или какой-то цветок такой красивый. Ну, то, что вы увидите дальше, это обычно. Это такой недорогой обычный нож для фруктов. Я ножи обожаю, постоянно покупаю. И здесь вот у меня есть еще один такой интересный предмет, который мне был жизненно необходим. Как вы думаете, что это? И это такой резак пластиковый из такого твердого пластика для того, чтобы резать тесто. И сейчас вы увидите салфетки, которые я там нашла. И это вот такая вот, она немножечко помялась. И это такая ярко-ярко, ей приглушено желтый цвет зеленой листвы. А вот такая вот голубая салфетка. Вот эта салфетка, она пришла, она была сложена в два раза. Поэтому немножечко она здесь помята. Но ничего страшного в этом нет. Вот эта вот салфетка под дерево тоже очень интересно смотрится в интерьере. Вообще, я очень обожаю салфетки, покупаю их. Вы скажете, почему они по одному, а не по два. Скорее всего, это у меня связано не для того, чтобы как-то украшать стол. Это я взяла все-таки для съемок видео, фото. Если вы услышите посторонние звуки, то не обращайте внимания, у нас вечный ремонт. И вот такая вот интересная рама, она это деревянная рама с надписью. Но вы знаете, я не хочу менять ничего. Можно, конечно, было ее покрасить под цвет, например, куда вы ее установите. Но у меня есть на стене кое-что. Сейчас я вам покажу. Вот что у меня есть. Смотрите, это часы в такой вот деревянной раме. И смотрите, как они сочетаются. И вот эта вот рама, она будет расположена тоже здесь же. Еще одна такая вот милая тарелочка. Приобрела ее, потому что по дизайну она очень хорошо подходит под эту вазу. Не обращайте внимания, здесь я занимаюсь творчеством. Начала делать такие вот милые цветочки. Но это пока в процессе. Поэтому здесь такой творческий беспорядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...